Один из ведущих европейских авторитетов в области онкологии, чех по национальности, профессор Молотный, любил повторять. Онкология желудка кишечников сеется весной и собирается печальным урожаем осенью. Я к чему это, уважаемые коллеги? Дело в том, что если мы весною не занимаемся восстановлением функций, не боремся, не профилактируем состояние болезни желудка, кишечника, печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, то в течение лета и в течение осени все это начинает превращаться, к сожалению, в очень серьезные онкологические моменты. И мне могут возражать с вашей, с той стороны, а почему же вы, профессор, не говорите о раке молочной железы, не говорите о других видах раков? Дело в том, что, уважаемые коллеги, что все эти моменты, я имею в виду онконапряженности, они, конечно, к сожалению, вырастают у нас. Как опять же говорил и профессор Молотный, и американцы любят эту тему подтверждать онкологические авторитеты. Что суть проблемы онкологии со стороны обмена, вся живет в солнечном сплетении. Вся живет в области того самого пресловутого фатерова соска, где у нас собирается и желчь, и панкреатический сок. И если у нас есть проблемы с печенью, и с поджелудочной железой, то, соответственно, у нас будут и проблемы с обменом, которые будут проявляться, нарушение функции поджелудочной железы, нарушение функции селезенки. А отсюда вам, вот этот весь веер, я не буду, извините меня, показывать на себе, но, по большому счету, каждый из вас может очень четко определить в себе векторы распространения, к сожалению, этих неприятных болезней. И какую бы мы из этих частей не брали, или рак крови, или рак матки, или рак молочной железы, или рак желудка, или рак печени, и так далее, и так далее, вы можете легко в этом убедиться, что на самом деле центром стяжательства онкологического считается солнечное сплетение. Сегодня мы с профессором Татьяной Владимировной Картавенко, замечательным доктором-рефлексотерапевтом, моей женой, по секрету хочу вам сказать, красивой, умной женщиной, проводим уже третий, третий день нашего пятидневного марафона, посвященным вопросам противоонкологической защиты. Сегодня мы третий день будем с вами обсуждать проблемы, как восстановить резервы печени, как подтянуть сосуды, как подтянуть эластичность сосудистую, как подтянуть проводимость желчевыделительных путей. И в контексте сегодняшнего события я хочу вас пригласить к нам подтянуться, в лучшем смысле этого слова, на наш марафон, принять в нем самое активное участие. А сейчас я вам покажу несколько упражнений, а это буквально два упражнения, которые замечательным образом у нас стабилизируют состояние солнечного сплетения, о важности которого я только несколько минут выше вам сказал. Итак, наше первое упражнение, это знаменитая точка доктор Желч, каждый из вас ее должен определить у себя. Она очень индивидуальная, чтобы вы потом нам не пеняли, что вы нам показываете на разных местах, потому что они на самом деле у каждого из вас находятся в разных местах. Как ее определить? Очень легко, вот таким вот образом, размести второй и третий палец и провести строго вертикальную линию вниз до пересечения с костным основанием большого пальца. Почему я показываю на левой руке? Потому что я левша и буду воздействовать вначале на левую точку доктор Желч, а потом ровно так же найду у себя здесь справа. А если вы правша, как моя замечательная жена, вы начинаете воздействовать на правой точке доктор Желч в течение 40 секунд по часовой стрелке по отношению к собственному телу, а потом переходить на левую сторону или на левую ладошку, на левую точку доктор Желч. И второе упражнение, которое очень хорошо стабилизирует состояние солнечного сплетения, оптимизирует функцию выделения желчи, оптимизирует функцию выделения панкреатических соков, тем самым стабилизируя состояние печени и стабилизируя состояние селезенки. Это знаменитое упражнение под названием золотое стремя. Выполняется оно следующим образом. Вам надо вот таким вот образом, извините за трафтологию, захватить свою правую руку, потому что мы сейчас с вами говорим о функционале печени, которая в 99,070% у людей находится справа. Вот таким образом мы с вами захватываем, вот в области лучезапясного сустава, подводим, прижимаем к солнечному сплетению, глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и в течение 5 секунд, не дыша, имитируем отрыв правой кисти. Понятно вам? Захватываем хисть, прижимаем к солнечному сплетению максимально близко, чтобы чувствовать, вот оно, солнечное сплетение. Глубоко вдыхаем, резко выдыхаем и отрываем. Обязательно после этого упражнения восстанавливайте дыхание. Обязательно. Напишите, пожалуйста, уважаемые коллеги, что вы почувствовали после выполнения этих упражнений? Насколько, как сейчас принято говорить, они вошли в ваше сознание и подсознание? Насколько они облегчили ваше состояние? Если вас с утра беспокоят боли в суставах, если вас с утра беспокоят горечь во рту, если вас с утра или в течение дня беспокоят боли в правом и левом подреберье, если у вас не хватает сил на жизненные подвиги, если у вас не хватает энергетических емкостей, мы с удовольствием ответим на все в этом смысле ваши вопросы и на ваши пожелания. И еще раз приглашаем вас на наш вебинар пятидневный, посвященный восстановлению печени и сосудов с точки зрения противоопухолевой защиты. А это все новообразования, это все гемангиомы, кисты, полипы, аденомы, висячие родинки и далее по списку. Ссылочка прямо вот здесь, вот здесь, вот прямо, вот смотрите, прямо вот здесь, под этим видео. Сегодня интенсив проходит в закрытой группе, но вы можете принять в ней участие. Подробная информация в описании под этим видео. Обязательно приходите, присоединяйтесь к нашему антионкологическому движению. Упражнения, которые я вам сегодня показал в этом ролике, мы будем демонстрировать в эфире. Подробно остановимся на регламенте их использования. Расскажем о других упражнениях, которые должны сопутствовать этим упражнениям. И занимаясь с нами в этом пятидневном интенсиве, вы фактически можете себе обеспечить противоонкологическую защиту в течение шести месяцев, полугода. Не пропускайте эту важнейшую информацию. Присоединяйтесь к нам и будем заниматься вместе. Будем бороться с онкологией вместе. Скажем раку нет. Милости просим. Музыка Музыка